Пасхальные рассказы. Рассказы. Торжество Пасхи в Иерусалиме. В 1859 году, отправляясь в Иерусалим, женщина желала поклониться Святому Гробу в уединении, а не в толпе поклонников. Не во время Страстной недели Пасхи. И, исполнившись чувством Святой Любви к нашему Спасителю, посетив омытые, причистывая кровью священные места, где все сознательно напоминают о евангельских событиях, чего еще можно было желать. Но Божье милосердие угодно было даровать и возможность видеть и то, как в Иерусалиме совершается торжество, торжество, православное наше Церковь. Прежде всего, она рассказывает о сошествии благодатного дня Великую Субботу, совершающемуся ежегодно в одно и то же время над самым Гробом Господа. В Великую Субботу в Феодоровском монастыре рано утром все поклонницы ленточками связывали в пучки маленькие и тостые свечи, так, чтобы каждый пучок состоял из 33 свечей, папе числа лет в Христах Спасителя. В 10 часов утра после обедни католической нашей православной на Гробе Господне потушили все лампады, а в церкви все свечи. Во всем городе и даже в окружности не осталось ни у кого и одной из крыльев дня. Только в домах католиков, евреев и протестантов огонь не угасает. Даже турки следуют обычаю православных и в этот день тоже приходят в Храм Гроба Господня. В 12 часов пополудни двери храма отворены и собор полон народа. Все без исключения идут в церковь и старый, и младший. На переходе из Воскресенского храма в Кувуклю есть особенные места, где расположены несколько широких лестниц и решетки. С этих возвышений открывается вид и в Воскресенский храм, и в Кувуклю. Греки в большие праздники предоставляют их русским дамам. Много народа собирается в этот момент и очень трудно протиснуться к Гробу Господню. В храм набежали с гор бедуины, с бритыми головами, женщины с донесами на голове и на носу деньгами и прикрытые белыми чадрами. С ними были и дети разных возрастов. Все это суетилось, хлопотало и нетерпеливо ожидало благодатного огня. Между народом стояли турецкие солдаты и приунимали русскими волнующихся арабов. Царские врата Воскресенского собора были отворены, и там виднелось высшее духовенство всех христианских вероисповеданий. Иерусалимскому патриарку ныне случилось в первый раз присутствует на этой церемонии, потому что в прежние годы его блаженство проживало в Константинополе. Каждый из присутствующих имел в руках большой пуск кук свечей, а другие, стоявшие вверху на хорах, спустили на проволоках несколько таких пучков, да эти пучки висели по стенам вожитания небесного дня. И на версию с недоверчивостью тщательно втирают все внуки кукле и сами кладут вату на мраморную доску гроба Господня. Торжественная минута приближается, у каждого не больно пьется сердце. Вот наконец-то уж солнце блеснуло в отверстие, но куклея светил эту картину. Погода ясная, в воздухе жарко, весенний ясный, день восток. Вдруг показалась туча и сослонила то самое отверстие, в которое падал луч солнца. Туча угрожала дождем и стояла над самым кулукой гроба Господня. Я испугалась, женщина говорит. Мне показалось, что сейчас прольет дождь на всю эту толпу, что уже не будет благодатного дня и что народ от досады растерзать предсвященного наместника. Сомнение омрачило ее сердце, что она стала укорять себя, зачем осталось. Разве недовольна была ожидать нестыточное явление? Вдруг в церкви все стемнело. Арабы начали кричать, петь, удрали себя в грудь, молились вслух, поднимали руки к небу. Кавасы и турецкие солдаты стали унимать их. Была всего общая тревога. В передней комнате с обеих сторон кулукой есть ино-круглое отверстие, через которое игумины-настоятели крестных монастырей подают высокопресвященному наместнику свечи. В толпе обнаруживается невольное благодовение. В ожидании знамения с неба все смолкает, но недодолго. Снова в беспокойстве все кричат и вдруг из бокового отверстия показывается пук зажженных свечей. Вверху кулукли все зажигается. Лопаты, люстры, все кричат, радуются, кричатся, плачут от радости. Сотни тысячи свечей передают свет одна от другой. Арабы опаляют себе бороды, арабы подносят огонь к подноженной шее и в этой тесноте огонь пронизывает толпы. Но не было примера, чтобы в подобном случае произошел пожар. После солнца тотчас облако потом росая вследствие росы огонь. Роса падает на вату, которая лежит на дроби Господнем. И мокрая вата вдруг загорается голубым огнем. Наместник с необожженными свечами прикасается к вате и свечи зажигаются пустым голубоватым пламенем. Зажженные таким образом свечи владыка передает стоящим по отверстиям лицам. Передав всем огонь, наместник выходит из губуклии с двумя огромными руками зажженных свечей, будто сфакулами. Арабы хотели подкутновению нести его на руках, но владыка от них уклонился и сапка в тумане прошел скорыми шагами из губуклии в воскресенский забор. Каждый старался сожить свою свечу от его свечей. Я нечаянно взглянула на князя Гагарина и видит, что у него кратом текут слезы и радостью сияет лицо. Надо было видеть, с каким торжеством этого вестника благодати Божия принял свои объятия патриарх. Да и все духовные наши на перерыв обнимали его и принимали святых рук зажженных свечей. Сам патриарх со всем духовенцем стали служить обедню абитуины собираются в кружок и пляжат посередине церкви как бы вне себя от радости. Становясь друг другу на плечи, поют и молятся по-своему, пока изнаренные падают. Никто не останавливает их, как детей, выражающих восторжное состояние своей души по-своему. После обедни все бегут домой с огнем с ожигателем пада. Вечером патриарх прислал своего секретаря, а наместник своего племянника, чтобы дать удобные места в храме. В воскресенском соборе служит сам патриарх, у иноверцев в то же время начинается крестный хады с хорубками. Патриарх благословляет русских служить кулупе на гробе спасителя. Каким радостным чувством все поют Христос во свете на разными голосами на том самом месте тот самый час, когда совершилось многовековое предсказание пришествия христос в храме. Русские по-своему христос между собой, каждый народ по-своему христос христос по-своим обычаям. Не находясь там, невольно переносишься мыслью в то блаженное время, когда земля отвечалась к присутствию Христос спасителя. Все события его жизни представляются так живо, что сердце трепещет радостью и питается духовным утешением. Многие причащаются на гробе Господнем. Вечернию служат соборные. Евангелие читается на грехи языка. Народ до всякого духовного лица подходил к христос и давал ему красное яйцо. На другой день караваны всех вероисповеданий потянулись назад на своя земля.